Печенье юбилейное. А знаете ли вы, к какому именно юбилею было приурочено его появление? Долгое время считалось, что впервые его испекли к годовщине Октябрьской революции. Но оказывается, оно появилось еще в царской России в честь трехсотлетия дома Романовых. Придворное происхождение было засекречено и не помешало народной любви. Печенье пользовалось безусловной популярностью и было прекрасной основой для вкуснейшего советского десерта. Сегодня в меню салат мимоза, бигус, шоколадная колбаска, кофе на молоке. Оливье. Сельдь под шубой, столичный. Казалось, что у этой тройки классических советских салатов конкурентов быть не может. Ровно до тех пор, пока кулинары не придумали сочетать овощи и рыбные консервы. Салат мимоза пришел в быт из ресторанов. Использовали чаще всего консерву сайру. Причем сайру еще нужно было побегать найти, прежде чем приготовить этот салат. На две порции мимозы нам понадобятся вареный картофель и морковь, банка консервированной сайры, небольшая луковица, 3 вареных яйца, стакан майонеза и укроп. Первым делом шинкуем лук. Нам нужно, чтобы он не горчил. И здесь пригодится маленькая хитрость. Небольшой такой совет по приготовлению и использованию лука. Не всегда приятен запах лука в салате. Поэтому, чтобы лук был, аромат был, вкус был, но не был такой ярко выраженный, нарезанный лук выдержать в горячей кипяченой воде минут 10, пока готовим основные компоненты. Берем вареные яйца. Отделяем от белков желтки, они пригодятся позже, а белки прямо сейчас измельчаем на терке. Затем морковь и картофель. Овощи можно подготовить заранее. Их необходимо обработать и закладываем при варке в горячую подсоленную воду. Варят в течение минут 20-25. Теперь сайра. Консистенция консервов рыхлая, поэтому рыбу мы будем не нарезать, а растирать вилкой. Кстати, сейчас этот салат готовят и с другими ингредиентами. Салат мимозу готовят, в общем-то, разными способами. В процессе приготовления добавляют сыр для салата. Основой зачастую сейчас стали использовать рис отварной. Это все связано с тем, что стали сейчас его готовить для массового производства. И так легче порционировать. Лук уже настоялся. Сцеживаем воду и слегка охлаждаем. Теперь будем выкладывать все ингредиенты слоями, смазывая каждый майонезом. Первым слоем должен быть картофель, потому что консервы у нас имеют консистенцию более нежную. И получается, что на дно сядет, а так она пропитает картофель и придаст соответствующий вкус. Нужно выбирать слои, чтобы они красиво смотрелись. Не было два белых рядом слоя. Главное, чтобы наверху был желток. И украшаем салат. Веточка укропа, измельченный желток и майонез. Рецепт салата «Мимоза». Нарежьте лук и поместите в горячую воду на 10 минут. Процедите и охладите. Измельчите на терке вареные морковь, картофель, яичные белки и желтки. Консервированную сайру растирайте ложкой до образования однородной массы. Выложите ингредиенты в салатницу слоями. Каждый смажьте майонезом. Украсьте салат измельченным яичным желтком и зеленью. Просто, сытно, недорого и разнообразно – девиз советских столовых. Все лучшее из кулинарного опыта союзных республик повсеместно подавалось к столу. Например, горячее из капусты – бигус, калорийное блюдо, которое, к слову, часто готовили для военнослужащих. Готовили его очень часто и много, потому что продукты были все доступны. Капуста и свежая, и квашеная могла быть использована. Мясопродукты тоже можно было использовать разные, и даже колбасу можно было, сосиски использовать. И в заводских столовых, ну и, конечно же, в ресторане только отличалась она способом подачи. На две порции бигуса понадобятся свежая капуста, половина среднего кочана, квашеная, 250 граммов, свинина, полстакана растительного масла, стакан мясного бульона, помидор, средняя луковица, крупная морковь, соль и перец. Шинкуем свежую капусту. Обжариваем ее на растительном масле в глубокой емкости до золотистой корочки и нарезаем свинину кубиками. Для приготовления бигуса можно использовать различные виды мяса. Но раз здесь капусту у нас используют, то, конечно, лучше она будет сочетаться со свининой. Можно и говядину непресную, можно готовить и с мясопродуктами, колбасой, сосисками. Можно также использовать и набор свинина и сосиски. То есть это все зависит от фантазии хозяйки, которая будет это готовить. Пока жарится мясо, шинкуем лук и морковь и добавим в свежую капусту, которая уже подрумянилась, квашеную. Источник витамина С, вкус, аромат. Ну и вместе мы еще ее потушим. Жарим до образования такого коричневого легкого цвета. К обжаренной свинине добавляем соль, перец и лук. Как только лучок станет полупрозрачным, высыпаем в сковородку морковь. Тушим, пока жир не окрасится в оранжевый цвет. И не забываем о капусте. Капуста у нас будет тушиться с добавлением небольшого количества бульона в течение 30-40 минут. Бульон способствует, опять же, тому, что образуются новые ароматы, и капуста наша не подгорит в процессе приготовления на медленном огне. Пока мясо и капуста доходят до готовности, нарежем помидор. Можно использовать и замороженные помидоры, если они есть у хозяйки. Тушим свинину 20 минут. Затем соединяем ее с капустой, убавляем огонь и ждем еще 20 минут. Лучше пускать, конечно, ее в глиняный, потому что как-то она сохранит больше тепло, во-первых. Ну, и еще, возможно, вариант даже подачи в сером хлебе. То есть хлеб можно вырезать, сделать из него небольшой такой сундучок и выложить. Рецепт бигуса. Нашинкуйте свежую капусту. Обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Добавьте квашеную капусту и жарьте до появления легкого коричневого цвета. Затем вылейте в капусту бульон и тушите полчаса на слабом огне. Нарежьте мясо кубиками и обжарьте. Посолите, поперчите и поочередно добавьте нашинкованные лук и морковь. Жарьте, пока жир не станет оранжевым. Добавьте в свинину нарезанный помидор, тушите 20 минут. Соедините мясо с капустой, убавьте огонь и тушите еще 20 минут. В чем нельзя отказать советским кондитерам и хозяйкам, так это в изобретательности. Вот, например, почему бы не сделать колбасу сладкой, смешать печенье, какао и получить десерт, который станет кулинарной легендой. В магазинах было ограниченное количество сладостей. Не было такого ассортимента. Поэтому люди старались разнообразить свой быт. И одним из вариантов было это приготовление вот такой шоколадной колбаски. Для этого десерта нам понадобится 300 граммов печенья, 2 столовые ложки какао, полстакана сгущенного молока, 2 столовые ложки арахиса, полстакана сахара и полпачки сливочного масла. Сначала растопим сливочное масло на слабом огне, затем выльем его в чашку и добавим сахар. Чтобы стала более-менее однородная масса, полностью мы сахар не можем размешать в масле. Поэтому, ну и потом небольшой такой легкий хруст печенья за счет нерастопленного полностью сахара присутствует. Берем печенье, подойдет любое сахарное, и измельчаем его ступкой. Можно сделать до крошки, но есть и варианты, когда оставляют мелкое печенье, для того, чтобы внутри, как на разрезе было видно, как бы кусочки сала, свойственные для колбасы. Ну и я сегодня предлагаю для этих целей использовать орешки. Добавляем в печенье какао, выливаем в эту смесь растопленное сливочное масло, сгущенное молоко и орехи. Перемешиваем. Накрываем разделочную доску пищевой пленкой, выкладываем на нее массу и формируем колбаску. Теперь охлаждаем десерт. Можно поставить его в морозильную камеру на 30 минут или в холодильник на 2 часа. Рецепт шоколадной колбаски. Растопите сливочное масло на слабом огне и перемешайте с сахаром до однородной массы. Измельчите печенье и добавьте какао. Смешайте масло, печенье и какао со сгущенным молоком и орехами. Сформируйте из массы колбаску. Охлаждайте в морозильной камере в течение 30 минут или в холодильнике 2 часа. В СССР о латте не слышали. Зато был кофе на молоке. Из кофейника в ресторане и из кастрюли в столовой. Молотый кофе был не самым доступным продуктом, но это был совсем не повод отказаться от чашечки бодрящего напитка. Молотый кофе использовали в основном только в ресторанах, а вот в других предприятиях использовали в основном цикорий, заменитель кофе, и на нем готовили. Приготовим кофе на молоке из советского ресторана. На 1 литр возьмите 3,5 стакана воды, 2 стакана молока и 4 столовые ложки молотого кофе. Обдаем кипятком кастрюлю, в которой будем варить напиток. Высыпаем в нее молотый кофе и заливаем его горячей водой. Именно кипятком для того, чтобы насытился аромат, получился, и прогреваем 5-8 минут. Параллельно ставим молоко, доводим его до кипения. Готовый кофе переливаем через сито в кастрюлю с молоком, перемешиваем и доводим до кипения. Рецепт кофе на молоке. Ополосните кастрюлю кипятком, всыпьте в нее молотый кофе, залейте горячей водой и варите 5-8 минут. Доведите до кипения молоко. Процедите готовый кофе в кастрюлю с молоком и доведите до кипения. Подавайте с сахаром. Сначала этот салат называли весенним, но он быстро обрел другое, более подходящее имя. Мимоза. Уж больно это блюдо напоминало распустившийся цветок. И сейчас интерес к советской классике не вянет, а все потому, что раньше было вкуснее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова